всем привет меня зовут Юлия на канале о вязании сегодня у нас 21 августа и месяц этот подходит к сожалению к завершению скоро осень поэтому тема этого видео подготовка к осени какую пряжу буду извязывать в первую очередь наверно у всех конце месяца встает такой вопрос что же начать вязать в новом месяце сегодняшнем видео поделюсь своими планами пряжу буду показывать ту которую уже распускала из которой пыталась что-то связать ранее но нужно сейчас вязать понимаю что это пряжа пойдет в остатки или так и ничего из нее не свяжется будет пылиться на полке я конечно этого не хочу поэтому поделюсь своими планами расскажу может чем-то вдохновлю может также будут мастер классы все возможно на моем канале и так покажу вам пряжу которую я очень сильно люблю которую я себе отложила наверное ну год точно назад и никак не было времени из нее что-то связать но я знала что буду вязать изначально и так вот такая пряжа у меня есть 7 моточков это пряжа drop sky она конечно не дешевая поэтому я ее берегу как могу для себя никому ничего не вяжу у меня было 14 мотков есть не ошибаюсь первое изделие которое я связал за этой пряжи это был свитер для моего любимого мужа он его с удовольствием относил всю зиму эта пряжа очень приятная тактильно хорошая в носке но не всем она нравится после ВТО то есть есть предпосылы что она растягивается как-то изделие деформируется я конечно этого еще ничего не знаю потому что свитер не стирала из-за того что боюсь из-за этих отзывов стирать его но в будущем конечно деликатная стирка ему грозит чем это все закончится конечно вам расскажу и покажу так вот такая ниточка эту пряжу мне присылал магазин мир вышивки на обзор так спицы нам рекомендуют номер 4 я принципе свитер мужу вязала на спицах номер 4 если вы хотите у меня есть очень подробный мастер-класс на мужской свитер вот здесь будет подсказка мастер-класс называется точнее свитер называется невесомая сталь так моточек весит 50 грамм имеет 190 метров состав 74 процентов альпака 18 процентов полиамид и 8 процентов шерсть это пряжа очень приятная к телу я когда делала обзор этого свитера мужа надевала на себя и мне было так комфортно так приятно как ни в чем другом серьезно девочки вам говорю это конечно волшебство поэтому я решила однозначно связать себе водолазку было желание появлялось желание связать что-то детям кардиганчик или какие-то джемпер очки но я решила что это будет моя вещь потому что дети вырастут с этого кардигана или свитера может джемпера а эта вещь всегда останется у меня я буду носить большим удовольствием везде и всюду так если не сказать цвет номер 02 это такой светло-серый цвет но я думаю что все эту пряжу знают это вот такой шнурочек плетение она мягкая на приятная уже говорила но просто я могу и петь оды постоянно и я думаю что в сентябре все-таки начну вязать и здесь для себя думаю что это будет водолазка вряд ли что будет кардиган все таки я хотела связать водолазку может быть резинка два на два значит я обязательно так и сделаю уверена мне 7 мотков хватит потому что на свитер мужу ушел наверно мотков 6 возможно 7 но не больше так дальше покажу вам недавнюю пряжу из которой я пыталась вязать себе джемпер вот такая бобильная пряжа так где мой фокус вот она здесь она уже перемотана был распуск кому интересно я заказываю эту пряжу магазине мануфактура вот ее название 50 процентов меринос 50 процентов акрил 100 граммов 1400 метров я вот думаю может это будет кофточка может это будет джемпер но с таким самым легким узором даже минимальным я бы сказала потому что вот этот цвет терракотовый он самодостаточный моя ошибка была когда я вязала свое первое изделие из этой пряжи то что очень много ажура и сильно все насыщено было я решила распустить и теперь буду думать чтобы такое интересное связать буду вязать на спицах номер 4 4 сложения вот так вот такая у меня пряжа цвет конечно очень классный камера передает его хорошо так дальше покажу вам вот такую пряжу это тоже бобильная пряжа смотрите какой нежный желтый цвет я бы сказала лимонный тоже перемотана вязала пыталась вязать джемпер для моей младшей дочки сони но распустила из-за того что очень все рыхло было помню что вязала рисом это было так давно что их уже не сильно помню была двойная горловида ну и вот есть не ошибаюсь это загна баруфа она у меня лежит очень долго я даже не знаю почему пряжа очень мягкая как масло все говорят как котенок но мне как масло очень мягкая после этого классная не скажу какой метраж на я думаю примерно тоже 1400 метров может немного больше здесь сколько примерно вот такая ниточка как и тут буду вязать тоже хочу связать и джемпер для младшей или для старшей дочки но я уверена что здесь хватит на 2 джемпер очка потом будет два изделия вот в таком цвете для школы идеально подойдет такой светлый цвет на прохладное время если нас не закроют на карантин и дети будут с удовольствием носить изделия из этой пряжи мягкая очень приятная но не советую вязать с внутренней стороны моточка хотя здесь наверное я и пробовала вязать с внутренней стороны это большая ошибка вот так смотал магазин я конечно не люблю такую смотку мотков мне лучше на бобинах так удобней так уверен что ничего не случится это все может разойтись и запутаться вот так что есть еще такая пряжа будем вязать джемпера для деток и девочки вам скажу что сентябрь это будет вязка детских изделий у меня в планах потому что детки идут в школу им нужно утепляться будем вязать но не все так детско как кажется у меня есть еще отличная задумка точнее у меня нет выходного кардигана то есть того кардигана который я могу надеть на выход там пойти в школу у нас там ранее поехать в город ну все такое и поэтому на теплую осень девочки я решила связать себе кардиган покажу из какой пряжи и начну наверное его в начале сентября уже вязать потому что конце августа все таки хочу догнать все свои недовязы так вот у меня есть такая пряжа газа baby cotton эту пряжу заказал магазине вязанка это мой предпоследний заказ сейчас вам покажу поближе вот смотрите какой цвет есть не ошибаюсь этот цвет корица я буду связать себе кардиган с очень красивым узором я уже выбрала так 40 процентов акрил 60 процентов хлопок спицы рекомендуют от 3 до 4 крючок от 2 до 3 я буду вязать на спицах три с половиной может 4 и цвет это 34 55 если вы заметили то фабрика которая выпускает эту пряжу стала писать номер цвета вот здесь они внутри потом ищешь не можешь найти где она это все моточек весит 50 грамм имеет 165 метров у меня в упаковке 10 мотков я думаю что мне хватит связать очень красивый кардиган буду вязать сверху вниз будет цель навязанная планка если вы хотите вязать вместе со мной то пожалуйста пересмотрите видео мастер-класс кардиган софия потому что таких моментах где уже показывала ранее останавливаться не буду где вывязывать именно планку распределять петли как поднимать это все есть мастер-классе очень подробно софия так что ищите вяжите также есть кардиган дана тоже там техника вязания тоже вот так буду вязать воротник потом поднимать петли на спинку вывязывать полочки делать прибавки и v-образная горловина будет вот может будет даже кулиска на пояс но это все под вопросом помните начинала вязать кардиган из пряжи элизе cotton gold в таком красивом вишневом или ягодном цвете но как-то не сложилось я распустила все это вот я хочу перевязать будут пуговицы будет пояс все как положено все как надо как нужно вот такие мои девочки планы до завтра будет анонс очень интересного совместного проекта ожидать верно вы с большим удовольствием захотите принять в этом проекте участие потому что этот совместный проект будет для всех у кого есть каналы у кого их нет у кого есть аккаунт в инстаграме кто просто вяжет свое удовольствие так что ждите будет анонс и этот проект будет посвящен вязанию из остатков пряжи так что если у вас есть остатки вам будет интересно узнать информацию о совместном таком проекте я буду с вами прощаться также напоминаю что вчера у меня вышло очень хорошее видео классное такое увлекательное это история одной вязаной вещи здесь оставлю вам подсказку переходите смотрите это вообще класс мне сама она нравится уже три раза смотрела мне очень нравится конечно проделанная работа немалая и итог супер так желаем хорошего настроения помните что вас люблю ценю также пишите что будете вязать начале осени вы какой мастер-класс вы хотите кардиган джемпер детский кофточка джемпер пишите буду к вам прислушиваться к вашему мнению всем хорошего настроения подписывайтесь на мой канал и всем пока пока